Приветствую, жители Асхана. В моем недавнем ролике зашла речь об игре Dark Messiah of Map and Magic в аспекте выбора между двумя героинями, человеком и суккубом. И хотя выбор этот чисто формальный, ведь любовным интересом это можно назвать с очень большой натяжкой, но согласитесь, два или три раза Занна произнесла любовь моя в прямом значении этого слова. И один раз Линна, когда Саров уже убил Арантира, и то я не уверен, что это мне так не послышалось. Там шумно было, а игра со звуком, откровенно говоря, работает так себе. Вот и получается, что романтической линией эти сюжетные моменты можно назвать сильной натяжкой при непосредственном активном участии в воображении, что, в общем-то, совершенно неплохо. Это скорее выбор предпочтений. Хотя ролик и был шуточным, я все же постарался заложить туда серьезную идею, как легко нас купить на сладкие речи и женские прелести. Да нет, именно вас, ребят. Я был готов увидеть плюрализм мнений, ведь этот выбор по большому счету делал исключительно вкуса, повторюсь. Лично я Занну люблю не меньше Линны, я просто отдаю себе отчет, кто она и что она делает. И если вы все равно выбираете Занну, в этом нет совершенно ничего плохого. В этом вопросе нет правых и неправых, в этом как раз вся прелесть. Однако меня в каком-то смысле удивили комментарии, обосновывающие интерес к Зане и антипатию Клине. Честно, из них сквозит уж простите дилетантским подходом к жизни, даже если писавшие это дилетантами по сути и не являются. Но рассуждения часто велись с позиции, будто у человека за спиной огромный багаж шепота, притом упускались самые важные моменты. Вот на эти все моменты я попытаюсь обратить внимание в этом ролике, проанализировав ваши слова. Хотя повторюсь, если вы останетесь при своем, это не сделает вас неправыми. Я буду просто вслух зачитывать комментарии, иногда сокращая мысль. В полном виде вы сможете найти их под роликом. Итак, поехали. Всегда выбирал Занну, такие демоны никогда не врут. Очень интересное утверждение, а какие демоны не врут? Какие вот такие? Голые? Листящие или асхановские? Нет, нет и нет. Еще как врут. Забегая вперед, были апелляции к описанию героя Занна в игре Героя Меча и Магии 6. И действительно, в описании сказано, что она является, наверное, единственным обитателем Шио, который не произнес ни слова лжи. Давайте сразу отмечу, что я знаю, лор далеко не идеально, но что мешает заглянуть в Википедию, к примеру. Да и не нужна Википедия, чтобы понять то, что это, откровенно говоря, неправда. Занна как минимум лгала в начале игры Сарафу о его отце. Можно сколько угодно говорить о том, что это не ложь, а не договорки или сокрытие правды, но все это эпистолярная эквилибристика. Так можно что угодно оправдать. Вспоминаем Вивика и его цитату о софистах и их языках. Вам этого мало? Хорошо. Когда в конце игры Занна говорит к Хабелеху о том, что исполнила его волю, вопрос, а она ее по собственному желанию исполнила? Не она ли предложила Сарафу предать отца? Конечно, неизвестно, клялась ли Занна верности повелителю демонов, как неизвестно, клянутся ли там вообще в Шио. Но предательство всегда обрастает обманом. Не говорите, что вы не знали. Конечно, можно предположить, что это такая многоходовочка, мол, Хабелех специально приказал Зане проверить таким образом Сарафа. Да? Нет. Иначе бы в выборе концовки за Занну Хабелех не был бы заточен. И, кстати, это было бы замечательным сюжетным ходом. Даже если он и правда давал такой приказ, то Занна все равно его предала. Так, позвольте, я не буду разбирать комментарии типа «одна ТП, которая только делает, что задание подкидывает, а другая классная тяночка, которая тебя к могуществу ведет». Тут сквозит инфантилизмом, причем непробиваемым, и объяснить дураку, что он дурак, у меня не выйдет. Лучше вот это. Может, Занна и подлая интриганка, но она смешная, идеальный голос в голове для скитания по миру. Ни одна локация не остается без едкого комментария. Ну, это то, о чем я говорил. Эфирное время. Геймплейный момент, который ни в коем разе не характеризует Занну как персонажа. И что, что она говорит постоянно. Думаете, другие персонажи молчали бы? Когда за тобой бегает Линна, она тоже что-то говорит. Это немного предвзятое отношение. Вы не подумайте, я не слишком серьезно отношусь к игре. Мне вообще по барабану, я снял ролик и забыл. Но отношение к персонажам строится на нашем восприятии мира, и это восприятие меня пугает. Очень странный, мне кажется, аргумент про голос в голове. Спроси у любого психически больного, он тебе ответит, что голос в голове, каким бы сладким он не был, обязательно сведет тебя с ума. Это лишь вопрос времени. Так наша психика устроена. Ага, вот. Так, тут снова про эфирное время Занны, и вот. В отличие от той, кто и без того скучна, так еще не часто появляется, что для меня только в плюс. А, ну и такой типаж характера меня банально раздражает. Итог, быть добрым скучно. Мда. Знаете, можно сколько угодно обижаться на меня, но фразы вроде «быть добрым скучно» дают либо намеренно несерьезным подходом к теме, что нормально, учитывая, что речь идет об игре, либо термоядерным ампантелизмом, то бишь незрелость в сознании и понимании этого мира, а также тотально неопытности. Очень надеюсь, что тут первый вариант. Когда такое произносят, так хочется ответить, вот желаю тебе такой же жены, как Занна, лгуни и предательницы. Это жестоко, и на самом деле, так, конечно, такого желать нельзя, ну да ладно. Но я понимаю, что многие действительно не понимают, что такое жена, что такое семья, отсюда и статистика разводов. Тут и с порядочной той женщиной ужится уже целое приключение, потому что все мы люди, а вы про скучное добро тут мне рассказываете. Человек всегда будет искать поддержки, как физической, так и моральной, утешения, любви, дружбы. Мы так устроены, и стесняться этого будет только дурачок. И вот тогда все эти суровые циники начинают искать то самое скучное добро. Ну, давайте двинемся дальше. Во, вот тут уже более интересно. Вы серьезно думаете, что сына Архидемона, даже если он предотвратит пришествие папочки в мир, просто оставят в покое? Или, о радость, приму с распростертыми объятиями как героя? Меня терзают смутные сомнения. И напрасно, я тебе должен сказать. Вот, взять того же Райлага. Он убил Николая, возлюбленного Изабелли. И что в итоге? Спустя несколько лет Райлаг и Изабель уже вместе. Хотя та любила Николая искренне. Даже вон какой гамбит совершила ради его воскрешения. Правда, вспоминая тот гамбит, так и хочется сказать, насколько же Изабель тупая. Но... Но да, да. Она очень тупая. Господи, возможно, это юность. Ну да, она тупая в корягу. Это ж надо было такое натворить. Ну и вот. Райлага приняли же. Кто-то его наверняка не любила. Кому не пофиг. Нельзя, чтобы тебя приняли все. Будь ты хоть самой Асхой. Лина персонаж интересный, но в спутнице главному герою явно не годится. У нее слишком однобокий взгляд на жизнь, даже при том, что она маг. И будем честны, не так уж много мозгов в голове. Она не дура, но слишком наивна и плохо понимает, как устроен мир. Ну так они с Саровом друг к другу отлично подходят. Саров непроходимейший тупица-подросток. Они, если что, одногодкие, ну примерно. А Занна — суккуб, которая только лишь в таком виде существует уже 425 лет. Конечно, у Занны больше опыта, разумеется. Опытный суккуб — это должно пугать, а не возбуждать. Ребят, однобокой взглядов Лины я не наблюдал, как и отсутствие мозгов в голове. В чем это проявлялось? Занна же, наоборот, прекрасно понимает, как все устроено. У нее есть амбиции, мозги, вполне четкий план. Да, она нас использует для достижения собственных целей. Да, она пытается нами манипулировать, используя весь свой богатый арсенал женских чар и жизненной мудрости. Да, она почти ничем не рискует, используя нас. Преданность главному герою — любовь? Нет, мы для нее лишь инструмент достижения собственных целей. Плохо ли это? Для обычного человека — да. Без вариантов. А для темного мессии и будущего правителя? Ну, смотри, тут то, о чем я говорил. Малолетний дурачок, а Сарофу всего 20 лет, восходит на трон в Шио. Кто будет править? Он или хитрая и беспринципная демоница? Быть инструментом на службе демона и говорить, что это нормально, это как-то странно. Ну, по мне, например, да? Чем тогда Занна лучше Хабелеха? Да и потом, нет там никакого трона правителя, я могу тут, конечно, ошибаться, но, как я понял, Хабелех — это не какой-то избранный царь демонов. Он просто очень могучая сущность, которой сперва придется еще покорить сам Шио, освободись он. Он, конечно, сделает это без особого труда, хотя вот я бы в такую компанию героев поиграл. Вот правда. Однако то же самое придется делать и Занне с Сарофом, и вы всерьез считаете, что Саров не станет в этом случае расходным материалом? Но это, как по мне, какой-то очень странный взгляд. Вот, аргумент, который мне нравится. Линна — магичка, которая в ходе сюжетных перипетий становится близка главному герою. На первый взгляд милая девочка, на второй — личность, для которой цель оправдывает средства. Если главный герой не сделает так, как она хочет, и не сгонит Занну, то Линна попытается его убить. Давайте представим себе ситуацию. Сбывается пророчество о темном мессии. Вот тюрьма демона. Вот с ключом от этой тюрьмы к ней пробирается человек, от которого несет демонами. Ну, то есть слуга демонов. И единственный, кто стоит между условным концом света и Сарофом, это Линна. Очень ли удивительно, что она попыталась его остановить. Заметьте, она не стала его атаковать в спину, она сначала дала ему шанс сделать выбор. Занна бы, я уверен, как раз-таки нанесла бы удар в спину. Ну, хотя это тоже мое предположение. Тем не менее, Занна, напротив, всегда настаивала исключительно на том, чтобы Саров делал именно так, как она говорит, то есть выбора она не давала. Когда тебе выбор не дают, это не внушает ни доверия, ни уважения. Не у меня уж так точно. Более того, это нападение говорит о смелости Лины, ведь она, как я считаю, прекрасно понимала, что вряд ли справится со слугой демонов, который преодолел такой опасный путь и перебил столько некромантов, орков, циклопов, паукаев. Но она смело идет на смерть. В отличие от Занны, которая в случае выбора отца смиренно кланяется. К слову, Занна, когда ее изгоняешь, тоже много чего пытается сказать и сделать. Было бы у нее тело в тот момент, она бы тоже напала. Честно говоря, даже странно, что такие вещи в принципе приходится объяснять. Как, по-твоему, Занна могла помочь и откуда ты знаешь, что Занна предаст? Она хоть раздавала повод? Ну, наверное, как Лина. Важно не то, как она могла бы, а то, хотела ли она. Кто хочет, тот найдет способ. Нашла же она его, когда Саров погиб. Кстати, тоже очень интересный момент. Мы только от Занны знаем, что Саров именно погиб, и именно Занна его воскресила. То есть мы верим ей на слово, Суккубу. Сомнения нет, она поддерживала в нем жизнь, но погиб ли он? Обычно погибшие и воскрешенные на Асхане демонами существа сами становятся демонами. Учитывая, что мы получаем возможность трансформации, возможно, так и было бы. Но мы оказываемся не в Шио, а в Орочи Яме. Так что нет, это не так. И потом, Саров, этот демон был у Кровка, при том у него огромное могущество, потенциал которого он просто еще не успел раскрыть. Думается мне, что все воскрешение Занны заключалось лишь в том, что нужно просто было, условно так скажем, нажать на кнопку, ну а дальше уже сработало врожденное могущество Саров. Так что мне тут не видится особой заслуги. Она могла его не воскрешать, скажете вы? Да неужто. И что бы она тогда сказала к Хабиреху? Извините, миссир, я тут подумала, не хочу ее воскрешать. Ну да, ну да, конечно. Про повод я уже говорил. Да, Занна давала повод. И потом, она действительно суккуб. Можно сколько угодно заниматься деконструкцией, но в мире Асхана все предельно просто. Подавляющее большинство демонов злые и алчные. Бывает ли исключения? Да. Но они на то и исключения. И эти исключения особого порядка. Например, тот же Аграил. Он влюбился в Изабель и попытался ее спасти. В итоге он очистился, как и Саров, и таки спас ее, и они теперь вместе. Только особенность тут в том, что Занна, например, была сожжена на костре и переродилась в виде суккуба в Шио, а Райлак никогда не перерождался. Хотя такой информации на самом деле нет, может и переродился. Но опять же, он дотронулся до сердца Грифона и то не изгнало его в Шио, как сделало бы с любым демоном, что тут же подметил появившийся друид Сиеру. Райлак всегда был темным эльфом, и сказано только то, что он был вынужден встать на службу к Хабелеху. И при том, именно Райлак должен уничтожить и уничтожить Хабелеха, и последний знает об этом и боится Райлака. Поэтому, собственно говоря, этот случай тоже можно назвать особенным. Еще один интересный пример – это Кирилл. Ну а Кирилл, он тоже лишь человек, ставший демоном без гибели и возрождения. Кстати, интересный факт – Занна является законной женой Кирилла наравне с Сарой. Это компания шестых героев за демонов. Именно что законной, и Занна также искренне любит Кирилла в героях, как и Сарова в Мессии. Вопрос – а как же Кирилл? Притом, Кирилл на момент действия Темного Мессии жив-здоров, просто он в Шио. А Занна что же, нашла новую любовь и клянется теперь ему в верности? Как тогда Кириллу? Или она засланный казачок Кирилла, который тоже на клинке вертел Кхабелеха? Ну, тогда получается, Занна еще больше обманщится, чем мы все думали. Ну и еще как аргумент. В героях уже был Суккуб, который клялся в верности, именно клялся, а потом предал и наделал много бед. Очень много бед. Честно говоря, Кхабелех столько не наделал. Это я о Биаре. И она там не одна такая. Достаточно просто посмотреть на набор героев фракции Инферно и почитать их описание. Также проскальзывал аргумент о том, что демоническая форма – это фиговый аргумент. Извините за таптологию. Мол, это игровая условность тоже. И сделали бы ее не криво, было бы замечательно. Ну, тут я могу сказать, что вот если бы сделали, тогда и было бы замечательно. А в итоге она блекло смотрится по сравнению с благословленным оружием, самым мощным в игре. Хотя некоторые говорят, что с наскоков форма демона ваншотит тех же орков и прочих. Не знаю, не замечал такого. Возможно, потому, что я не качал воинские навыки, хотя с чего бы вдруг в демонической форме подчиняться прокачке. Но тем не менее, она подчиняется, можно наложить святилище. Ну, блин, а какой в этом всем смысл? Вообще, я предпочитал всегда играть в миссию на максимальной сложности и даже для ролика решил пробежать по-честному еще раз. И я сильно пожалел, потому что максимальная сложность тут очень скучная и легкая, но бесящая. То есть нетрудно попасть по врагу и нокаутировав его добить. Беда в том, что эти добивания его не убьют. По некоторым врагам приходится проводить адреналиновый удар несколько раз, чтобы они погибли. Последнего циклопа я бил минут 20 без передышки, не меньше. То есть сложность не сбалансировали, просто увеличили здоровье врагов и урон по тебе. Я при попытке подбежать в форме демона корку тут же получил удар и все, ваншот. Зато благословенное оружие реально помогает в финале. Напомню, мой аргумент как раз и ссылался на то, что если уж говорить чисто о механизме, то выбор демона представляется довольно неудачным решением. Хотя, если играть на средней сложности, то, наверное, этот аргумент уже действительно становится слабым и скорее даже делом вкуса. Но если уж действительно апеллировать к игровым условностям и недоработкам, тогда повторюсь, удары в спину от Лины и по самой Лине это тоже не аргумент. О, а еще меня всегда радуют комментарии вида. По сути, выбор прост. Каким образом тебя затрахают, вынеси мозг или истощи физически. Ребят, откуда такая наивная точка зрения, что если это суккуб, то она только и будет делать, что без конца трахаться с вами. Хаджи-то вон тоже не сковывает тебя отсутствием случайных связей, однако, что это меняет в обычном быту? Такое, кстати, проглядывается и в жизни. Парни часто думают, что вот женщина теперь будет его обхаживать. Мы часто принимаем это как непогрешимую истину, и обсуждению подвергается только форма и чистота обхаживания. Но что на деле? А на деле оно так не работает. В случае с демонами, я уверен, то же самое. Иначе бы за всю игру хотя бы намек на подобное присутствовал. Вместо этого присутствуют только речи вроде «отблагодарила бы тебя иначе». А если принять гипотезу с Кириллом как факт, то тут тебе уж скорее перец отрежут и в салат покрошат, чем подставят собственное тело какому-то молокососу. Демоны в мече магии не библейские, и поэтому сравнивать их с библейскими – это мех. Ребята, это что, какой-то новый мем, что ли, у вас? У всех мех, мех. Так как местные демоны – это раса космомонголов, по сути. Я не понял ни про космомонголов, ни про мех, но я часто встречал в комментариях к другим роликам на эту тему в том числе тот факт, что люди путают вселенные мечи магии с героями меча и магии. Я однажды и сам оговорился, в обзоре, кажется. В героях демоны, конечно, не библейские. Нет ни одной игры, где демоны были бы библейскими. Это я тебе, как верующий человек, говорю, который знает, что такое демон. Ни одной игры нет. Я, конечно, играл не во все, но сомневаюсь, что есть. Такую концепцию тяжело впихать во вселенную игры в принципе. В играх демоны, как правило, карикатурны. Захватить мир, поработить человечество, убить всех, все сжечь – это все не про Библию. Так что аргумент, присутствовавший в комментарии, довольно странный. Я и не настаивал, мол, на том, что они библейские. Тем не менее, в Асхане демоны в большинстве случаев именно злые. Это факт. Лоровый факт. Еще проскакивал комментарий, что для всех, включая Лину, было очевидно, что Саров – это темный мессия, поэтому она все знала и наигранно удивлялась. Правда, аргументировать свои слова человек так и не смог. Но зато я смогу аргументировать свои. Когда я говорил это в обзоре на игру, что, мол, походу только Саров не понимает, что он темный мессия, это я так шутил, ребят. Даже по интонации и постановке речи это слышно. Не нужно так всерьез себя воспринимать. Что конкретно указывает на то, что Линна это знала? Я не нашел таких фактов, и никто мне их не предоставил. А вот, например, в сцене ужина, та же Линна в разговоре с дядей рассуждает, уж не орансир ли тот самый темный мессия? И где же тут осведомленность? Или это типа разыгранное шоу? Да не похоже. После этого Минилаг дает понять, что Линна ничего не знает. Знают только демоны, Минилаг, Фенрик, которую я, кстати, в ролике спутал с Минилагом, извините, я их вечно путаю, даже модельки одинаковые. И еще орансир. Ну так последние это все 20 лет знает. А орки почуяли кровь демонов Сарофи, потому что в них самих кровь демона. Ну то есть никто ничего не знал. Просто сюжетно все поставлено настолько наивно, что мало кто не понял с самого начала, что мы и есть темный мессия. Что Занна, что Линна манипуляторы. Вот только Занна это не скрывает. Все ее манипуляции видны. А Линна строит из себя пай девочку и даму в беде, которой ты должен помогать. И которая триггерится, стоит тебе ее не послушаться, как бы ты ей до этого не помогал. Типичная такая манипуляторка до свадьбы ангел после зверь. Ой, ну это уж просто классика софизма. Уж простите меня за мое мнение. Зато искренне. Все врут, а вот я выбираю того, кто врет меньше. Это так наивно. Не лучше ли выбрать того, кто не врет? А кстати, в чем врет Линна? В чем заключается ее манипуляция? Она сражалась почти наравне с Сарофом, подвергалась опасности. Она дала нам выбор, в чем манипуляции. Я так ответа и не увидел. Линна красива, но выест мозг тебе после свадьбы. Какой свадьбы? Так что выберешь Лину и будешь гореть в аду, и пытать тебя будет ангел. А с Заной ты в раю, но у Слады служит демон. Ну вот дальше идут примерно такие рассуждения. Уровни мне исполнялось 16, и теперь я все знаю о жизни. Не обижайтесь, но 40-летний детский, как правило, рассуждает не так. Хотя исключения бывают везде. Я тебе так скажу, мозг тебе съест кто угодно. А рассуждения про Атыраи тут, это просто красивые лозунги, маскирующиеся под философию, хотя на деле это просто слова, за которыми ничего не стоит. Ну и за редкими исключениями все дальнейшие аргументы будут такого же уровня. Занна в миллион раз круче Лины, потому что Лина ботаника, а Занна роковая женщина. Извините, разбирать я их не буду. Все самое интересное я уже разобрал. Могу напоследок еще вот что сказать. Некоторые в шутку пишут, или даже не в шутку, что нафиг обеих, лучше выбрать батю. Ну, как говорится, флаг в руки, барабан на шее, только учтите, он тоже демон. И не забывайте, как был зачат Саров. Изабель была похищена и изнасилована. Много ли забот и дружелюбия можно получить от такого вот папаши? Боюсь, и для него Саров не более чем инструмент его свободы. Как бы то ни было, это был интересный опыт. И неважно, согласны ли вы со мной или нет, остались вы при своем мнении или вняли моим доводом, все равно вы вольны выбирать то, что вам по душе, и не важно, чем вы руководствуетесь. В конце концов, мой взгляд на жизнь, это всего лишь взгляд одного человека, которому вы ничем не обязаны. Так что смело выбирайте, хоть Занну, хоть Лину, хоть Арантира, хоть, блин, свою руку. А вообще, как написал один зритель, нормальный демон-полукровка выберет сразу обеих. Ты мессия или кто? Ты че, сразу двух что ли не сможешь это огулять, да? Я с ним полностью согласен. Что ж, до скорых встреч, ребят. И не забывайте, Асха все обращает на пользу. Асха все обращает на пользу.